Здравствуйте! Кофе будете? Есть капучино, американо. Какой вы обычно пьете? Бариста – редкая, а для России долгое время уникальная профессия. Но с ростом числа кофеин, барных стоек и машин-автоматов увеличивается и количество этих специалистов. По сути, это бармен, но не обычный, а тот, который работает только с кофе и все знает о нем. Ну или почти все. Он очень должен много знать, во-первых, как выращивается кофе, как он обрабатывается. Когда-то было солнца, может, больше, когда-то дождей меньше, соответственно, зерно уже получается немножко другим вкусом. Ну и обработка – это тоже очень важный момент, обжарка, то есть как хранилось зерно. Если оно хранилось неправильно, то в напитке будут проявляться какие-то не очень приятные оттенки. Потому каждый бариста еще и дегустатор кофе, а как иначе, если профессионал должен уметь сварить от 30 видов кофейного напитка и больше. Эспрессо, американо, капучино – названия, ставшие уже привычными на слов. Но помимо умения готовить бариста, еще и должен быть тонким психологом, чтобы определить предпочтения своих клиентов. Бариста – это в первую очередь работа с людьми. Обязательно общаться, обязательно рассказывать о том, что ты делаешь. Любить свой продукт нужно. Ну и потом уже выяснить у гостя, какие у него предпочтения вкусовые и предложить ему то, что действительно придется по нраву. Завершающим аккордом в приготовлении напитка является умение сделать узор на кофейной поверхности. Есть три базовых рисунка – сердце, розетта и яблоко. Хотя в творчестве ограничений нет. Иногда, чтобы сделать особо приятно клиенту, Светлана пишет его имя. Вот и для нашей программы она приготовила именной кофе. Виктор Кузнецов, Виктор Коноплев, Панорама Севера.